Fear Effect одна из любимых серий на PlayStation 1, не только у меня, но и у многих, потому что PlayStation 1 та эпоха, когда формировались очень многие жанры, было очень много экспериментов и было очень много разных игр, которые поражали своей уникальностью. Тоже Fear Effect, одновременно был калькой из Resident, скажем, в плане геймплея, но при этом он был очень крутым, скажем, тем, что там были сиськи, там были героини, на которых было гораздо приятнее смотреть, чем на Криса, скажем. Вот, но суть не в этом, игра была реально хорошей в плане сюжета, хотя под конец и скатывалась там в дичь со всякими там шаманами, якутами, вуду, короче, но это даже не передается вообще, то есть это такая была жопа, такой бред, что просто, просто очень, очень страшно. И тем не менее, короче говоря, первый Fear Effect, игра, которая использовала технологию наложения игровых персонажей на видеофон, то есть там все объекты, все задники были выполнены по похожей технологии, что и в Resident Evil, скажем, то есть статичные задники, но здесь они были не статичными, то есть это были видеофайлы и постоянно что-то шевелилось, выглядело прикольно, особенно учитывая год, в котором эта игра вышла. Вот, потом вышла еще вторая часть, тоже была неплохая, но в нее я играл уже заметно меньше, первый прошел раз 150. И после этого серия благополучно загнулась, как и многие игры с PlayStation 1, просто потому, что ее время ушло. И не так давно, где-то, наверное, года полтора назад, внезапно грянула новость про то, что Fear Effect собираются продолжить и на Kickstarter собирают денег на продолжение. Денег собрали. Вот у нас проект. Мне прислал его Square Enix на посмотреть, и я надеюсь, что он будет хотя бы немного неплох, хотя при этом я знаю, что он отвратителен. На самом деле, я видел трейлер, и здесь не осталось ничего от Fear Effect, кроме главных героев. Боевка стала какой-то полупошаговой, полустратегией, персонажи выглядят немного по-другому, и тем не менее, тем не менее, я думаю, для многих из вас будет приятно и интересно вернуться в прошлое. Поэтому давайте посмотрим, посмотрим, что же эта игра из себя представляет. Она выходит и на консолях тоже, поэтому... ну черт его знает. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок И Луак И теперь смотрите, короче, просто посмотрите на эту боевку. Мы можем переключаться между персонажами, на самом деле. Так, как там тебя стреляет? А, вот, точно. Просто посмотрите, они вот в это превратили в боевку. Я, на самом деле, сейчас пою и в первый раз в этой игре, но мне уже больно, мне как фанатуре больно. Зачем они это сделали? Я про погоды говорю. Я про погоды говорю. Сидент Ивел, которая игралась. И Fear Effect была одной из тех игр, в которых чувствовался вот этот вот душок, короче, хардкорности. Ты по миллиону раз умирал, смерти были зрелищные. Тебя там давило, пилило на части, убивало, размазывало по стенам. И на это было приятно смотреть. Не знаю, мой внутренний маньяк был доволен. Здесь мы видим, что главная составляющая игры, она реально убита. Реально убита. Так, между тем, команда, куда мы идем? У нас есть шприцы какие-то, у нас есть аптечки. Подожди, мы можем прятаться за тебя. Так, хорошо, вот оно что. Скажу честно, я, наверное, не самый лучший игрок на свете, потому что я такой заблудился в самом начале. Хотя со мной такого, как правило, не бывает. Аксель, Рейн, вы поднимите нас. Мы не знаем, как много есть внутри, но они знают, что мы здесь. Гласс, Дик, готовы? Сон-о-вот. Анна, это Илува. Ты уверен, это он? Я сказал, не я? Мы не имеем в виду, чтобы поделиться. О, боже мой. Эй, это игра. Так, что мы сейчас делаем? Мы сейчас заходим? Заходим, смотри, куда-то мы заходим. Может здесь, по крайней мере, кто-то пытался взломать систему и облажался. А мы можем? А мы тоже не можем. Так, собираем аптечки, у нас пока что здоровье. Оно постепенно восполняется или что? А, это там пульс. Окей. Выглядит, на самом деле, как игра для мобилок, серьезно. То есть, ничего не попишешь. Здесь что-то... Nope. И игра еще в версиях для PlayStation 1, то есть, отличалась... О, привет. Отличалась кровавостью. Вот, здесь примерно то же самое. Больше тут, походу, ничего. Судя по всему, нет. Хотя, он тут что-то мигает. Пойдем. Небогато. Боже, мне реально больно смотреть на эту игру. Зачем они ее в это превратили? Ну, как что-то отдельное, может быть... Так, здесь мы прятаться не можем. Здесь можем. Получилось. Так, у нас не очень много здоровья. Давайте попробуем похилиться. Вот так вот. И... Вот так вот. Посмотрите на эту анимацию. Хоп-хоп-хоп. Ох, хорошо, твою мать. Не этого я хотел, когда ждал продолжения Fear Effect. Это примерно как выпустить Half-Life 3. Вот такой. Ладно, я больше не буду прочитать по этому поводу. Так. Сканер, печаток, биометрика. Почему, говорит, кода бы не использовать, как все остальные? Ясно. Значит, мы можем попробовать подтащить одного из стражей туда и открыть с его помощью дверь? Нет. Ладно, давайте тогда вернемся сюда. И попробуем. А мы можем подняться? Нет, не можем. И попробуем что-то сделать. Вон там у чувака была оторванная рука. Может быть, мы ее можем взять? Это было бы в духе серии, на самом деле. Парниш. А, нога. Так, пальчик мы у него отобрали. Девочки, девочки, пойдем. Так, подожди. Здесь нам больше ничего не нужно. Надеюсь, там еще набежала толпа, потому что местная боевка просто заставляет меня наслаждаться собой. Наслаждаться. Так, хватит ли нам этого? Хватило, как ни странно. Давай двигаться комнатой за комнатой. Смотри за гражданские. Да, давайте ущербим. Сведем к минимуму. Мы тебя прикрываем. Хорошо. Так, ресепшн. Враги? Есть вот враги у вас? А ну-ка. Подожди, а ножик на бай? А, я кидаться ножиками могу. Здесь тихо. Не, ну ты знаешь, в плане сюжета, вот эти вот там всякие секретные лаборатории и тому подобное, это интересно. То есть, несмотря ни на что, потенциал есть. У меня просто душа болит, как у фаната. Опять же. Но, с другой стороны, может быть, это было и лучшим решением. Так, здесь поступление, прибыль, убыль. Хотя, лучшим решением было бы, если бы ты не можешь сделать игру в духе оригинала, вообще не браться. Не знаю, короче говоря. Я не знаю, чего хорошего я могу сказать по поводу этой игры. Хочется ее похвалить. Потому что это фир-эффект. Вон, сюжет может быть интересный. Может быть. Но пока что я вижу тупых ГГ. Тупорылых, я бы сказал. О боже, что это? Дробовик? А, надо зажимать кнопку. Так намного лучше. Так, подожди. Ну, аптек у нас много. Это был своеобразный стелус. Я лучше возьму главную героиню, потому что она вроде как лучше воюет. Еще аптечка. Аптечек полно. Пойдемте, познакомимся с этим, ребята. Пуль непробиваема. Здесь куча крови. Есть мнение. Боже, это боевка. Я не могу. А, мы же можем их обыскивать. Точно. Так, спокойно. Спокойно. Еще ничего не закончилось. Я должен хотя бы минут 20-30 записать этой игры. Потому что это будет неполноценное видео. Ну, как бы. А вдруг реально что-то хорошее? Зритель, ты же веришь в это. Ты же веришь в это вместе со мной. Так, у нас персонажи покоцаны. Все почему? Потому что я не пользуюсь особенностями игры. Либо одной из двух. Ну, типа, тут, наверное, надо тактично закрываться от них. А я могу другое оружие взять? Я думаю, да. Да что они здесь делают? Уж точно не занимаются искусством. Если они скальпелями, конечно, не творят искусство. Пахнет смертью или чем-то еще. Я не понимаю все, но, по-моему, это доклады о вскрытии. Посмотрите на то, сколько здесь крови. Я такое уже видела в лаборатории наука. Да хватит, говорит, не кипятись. Судя по всему, говорит, все так, как нам и сказали. Давайте поспешим, сфокусируемся. Я перевожу, понятное дело, недословно. Потому что, ну, зачем? Как сквозь терочку прошел. Ох, май год. Давайте, ребята. Блин, я не знаю. Я чувствую, что у меня... Я вот так вот... Играю в эту игру, короче, и у меня ACQ падает. И да, я пошутил. На самом деле я знаю, что такое IQ, что такое ACQ. А то, как обычно, вот эти вот вылезут в комментариях. Такие... Он сказал ACQ. А как он мог? О, боже. Там и то подобное. Ну, вы понимаете. Вы знаете, помимо всего прочего... Наверное, это не очень хорошо. Ну, эта игра очень поднимает мне настроение. То есть, мне реально смешно. Я не знаю, кем надо быть, чтобы на полном серьезе, то есть, разрабатывать вот это вот. И еще, что печально, то, что ты к врагам подходишь. В том месте, где начинается битва, нет укрытий. Потом ты прибегаешь уже, короче, после битвы чуть подальше. А тут все в укрытиях. Зачем они здесь? Мы же с этими врагами встретились вот здесь. А в этом коридоре ни одного укрытия. Это уже не первый раз. Не второй. А есть аптечка? А, есть аптечка. Окей. Хорошо. Ясно. Пойдем поищем какие-нибудь записи. Или что-нибудь в этом духе. Я думаю, что мы даже ничего не упы... А, подожди. Мы сюда можем войти? Нет, не можем. Это мы оттуда можем войти, кстати говоря. Мы туда не ходили. А ну-ка. Подожди, там тут... А, подожди. А мы там были? Вон там, смотри, там какая-то записочка. Это значит, что нам сейчас желательно бы назад сбегать. Да по бурику я могу как-то спринтовать там, я не знаю. F01. Ну-ка покажи мне, что у тебя тут за документ. Так. Ммм... 225 лет. Что... Подожди, здесь... 006B. Два пи... Так. 0902. Я не думаю, что здесь есть что-то, что могло бы нам как-то помочь. Поэтому давайте еще поищем записи. Я уверен, что их тут полно. Вон там, допустим, на столе. Так, сюда мы с вами попадаем с помощью вот этого прохода. Подожди, здесь явно будут какие-то мутанты. Посмотри. Ты видишь? Может, не просто так здесь. Добрый день. Так. Офицер. Так. Ученые внутри лаборатории. Свободные. Так. 0355. Подожди, это не то. Это типа... Волны для связи. Здесь еще какая-то запись. 2841. Прямым текстом, короче говоря. Хорошо. 2841. А здесь у нас... Чуть более, чем ничего. 2841. Окей. Это рыбки типа там? Боже, реально. Я бы еще, может быть, на каком-то ноутбуке в такое поиграл бы, но играть в такое на десктопе как-то очень странно. На планшете поиграл бы, на телефоне там. Вполне себе норм зашло бы, может быть. Это что, своеобразный... Я что-то сделал? По-моему, я что-то не так сделал. Потрачено. Так, ладно. Игра не терпит ошибок. Гейм, как говорится. Оу, ва. Хорошо. Ладно. Я не совсем понял, что мы именно делаем, но, по-моему, нам нужно... Слушай, ну, сразу отсюда начинаем, так что никаких проблем. Так. Так, я понял, понял. Хорошо. Не совсем понял, но типа я понял, но как бы этот... Забей. Вот так. Вот так. И, казалось бы... Вот так. Вот так. И вот так. Боже, эти головоломки для третьего класса. На самом деле, она была довольно очевидна. И я просто обожаю геймпады от Xbox, потому что здесь, если ты нажмешь чуть-чуть влево, то она посчитает, что влево, хотя ты вниз нажимал. И вот я пару раз попадал не туда, куда хотел, короче. И это вызывало радость, определенную, определенную радость. Ладно, пойдем дальше, может, мы каких-то мутантов найдем уже. Что-нибудь в этом духе. Много крови. Много крови. Древние артефакты. И что? Этот мужчина выглядит как мужчина, у которого определенно... Господи, у него... У него нога... Козла? Вот. Почему эти люди ходят сквозь стены? Это типа норма, да? Это же норма. Добрый день. Мы тут мимоходом. Что это там такое разбрызгано? Странно. Больше тут ничего вроде нет. Сейчас, зрители, мы уже, короче, говорят... Я уверен, что мы сейчас что-то увидим. Мне кажется, что что-то сломалось, и теперь мы просвечиваем сквозь предметы. Хотя тут вроде норм. А, это просто, наверное, такой стиль. Хотя казалось, что вроде... Забей, короче говоря. Вы знаете, что все стражи девушки? А вон один мужик ходит. В такое время живем. Такое время. Так, тут мы ничего не откроем. Это все, все здесь сквозь. Интересные вещи должны быть в этом рамке. Я не вижу, как. Хрейн, мы можем использовать это от сюда? Мы должны, но циркут не кажется, что это поведение. Что мы можем сделать? Мы должны развертить поведение. В least, партнер. Но я не помню, что это связано в комнате, где мы прошли. Внутри? Посмотрим, если мы заметим что-то. Так, электричество починить. Лифт. Окей. Встречающая делегация. Хорошо. Ясно. Здесь нас кто-то ждет. О, боже. Так, окей. Не нравится. Много места, чтобы спрятать. И умирать. Так, окей. Эмм. Господи, пойдем. У этого пистолета похуже. Но здесь, кстати говоря, прятаться побольше надо, походу. Вот так вот спрятался. И воюешь издалека. Потому что там укрытия нет, как я уже говорил. То есть это особенности местной боевки, я так понимаю. Ясно. Нам нужно запитать... Почему ты выбежала из-за укрытия, женщина? Ты совсем глупая? Как вообще работают укрытия в этой игре? Как они работают? Почему? Почему компьютерные персонажи выбегают из-за укрытий, чтобы показать, что, типа, они такие бесстрашные и бессмертные? What? Оружи, говорят, хватит для маленькой армии. К чему они готовятся? Куда же ты выбежал? У тебя укрытие было идеальное. Боже. Афанасий, вставайте. Так, ну мне нужно запитать это электричество, иначе я буду чувствовать себя неполноценным человеком. Куда ты побежал? Да успокойся, нормально все будет. Единственное, ты умер. Вставай, родной. Я не думаю, что хорошая идея переводить на тебя аптечки на самом деле. Так, а я себе адреналин, если вкалю, то что-нибудь произойдет? Укрытие работает вообще, нет? Ну, типа, я спрятался. Но я не докидываю, я максимум могу досюда докинуть. У меня не очень хорошо со здоровьем все обстоит, если что. И я даже не попадаю. Как мне с тобой воевать, это довольно интересный вопрос. О, боже мой. Ну? Ясно. Мы не хотели ничего кидать. У нас не было настроения. И что-то мне подсказывает, что у нас, у нас, у нас даже сейчас проблемы, короче. Ой, ладно. С меня, наверное, хватит. С меня, наверное, хватит этой игры. Короче говоря, что я хочу сказать по поводу этой игры. Если бы она вышла в эпоху PlayStation 1, она бы затерялась на фоне миллионов других низкобюджетных трэшовых игр, которые были там. То есть, даже на тот момент, даже на момент 20-летней давности, эта игра была бы плохая. Вы можете сами себе представить, что эта игра представляет из себя сейчас. Я не совсем понимаю, зачем она сделана, для чего она вообще существует и кто это будет покупать. Она убога во всем. То есть, здесь абсолютно деревянный, мало того, что деревянный. У нас еще и тупо непродуманный геймплей. Вот сейчас вот, если я потратил хилы там, то тут в этой битве мне тупо не выжить, потому что укрытия не работают, по крайней мере, в Альфе. Боевка кривая, скучная, персонажи неинтересные и очень-очень херово озвученные. Графика? Какая нахрен графика? Катсцены? Ну вы сами видели эти катсцены, лицевая анимация, музыка. Да о чем вы вообще говорите? Эта игра является образцом того, как не нужно продолжать игровые серии. Это одна из худших игр, которые я видел за последнее время. И особенно печально, потому что это Fear Effect. Fear Effect это, повторюсь, одна из тех серий, которая мне дорога, и которую я бы, может быть, как-то в ближайшее время даже переиграл с вами на твиче. Что-то прям ностальгия повеяло. Поверьте, Fear Effect оригинальный был неплохо, там были такие игровые особенности. Это было реально круто. Но то, что сделали с этой частью, это мне просто непонятно. Опасайтесь, опасайтесь мотива за ногу. Даже за бесплатно, даже на пиратке, не играйте в это. Увидимся и всем пока.